Я хочу сказать вот это слово, которое Бог так положил на сердце. Я бы назвал его «Кто ты, Божий человек?» Хочу прочитать место из Священного Писания, это послание апостола Павла Филимону, когда я читал его и вдруг пережил нечто в своей жизни, удивился этому. Поэтому пришел как-то, многие из нашей церкви знают такой дом престарелых и инвалидов Виола в Северске. И вот наша церковь там нередко служила этим старичкам, тем больным людям, престарелым, тем, что им напоминало о Господе, поздравляло их с праздниками христианскими, и как-то содействовало к их вере, чтобы она не оскудела и не ослабела. Они знали вот эти 67-70 человек, которые там живут вместе с администрацией, они знают, что мы все с одной церкви. И мне Бог дал такую милость вот вместе с Сашей Горкуновым нам служить им, обслуживая их сантехнику там, ну и чтобы им тепло, короче, и хорошо, и комфортно было. И вот я как-то захожу, и бабушка одна мне говорит, как же она сказала, ну не то, что как-то приветствую, или как приветствую тебя, человек Божий, на меня смотрит. Я думаю, откуда она знает, что я верующий человек. И так пока думал, думал, думаю, да, пока я буду разбираться, надо смеситель вылечить у нее там унитаз, да и дальше идти. Ну и как бы вот все в этом. А потом думаю, откуда они знают. И вспомнил, я как-то шел по этим коридорам, там такая акустика хорошая. И мне нравилось, как там звучат псалмы, когда поешь, и такое эхо раздается. И я иду с этим ящиком инструментов пока вот по коридору, и так наслаждаюсь, такой баритончик возьму небольшой, какие-то звуки у меня получаются так воспроизводить. И мне так нравится Бога, благодарю, захожу. Вадим, это ты сейчас пел? Я говорю, да, я. Но я понимаю, что вся слава Богу. Я ни к сословию певцов не отношусь. И вот, знаете, и поводом было для дальнейшего разговора, какой-то беседе. И я смотрю, человек слушает с наслаждением. А я понимаю, это не моя речь. Мне просто Бог дает к этому измученному одиночеством, болезнями, какой-то мыслями о неудавшейся жизни человеку приносится какой-то покой. И на лице даже написано такое какое-то блаженство внутреннее, успокоенность. Думаю, так вот определяют люди, почему. И мне потом говорят, приветствую тебя, Божий человек. Это же не мое качество. Это нам, детям Божьим, наш Господь Иисус Христос дал. Слава Богу! Которого мы с вами прославляем, поклоняемся, ради которого живем и который в нас живет. Павел пишет Филимон, и я читаю в первой главе следующие слова. «Благодать вам и мир от Бога» – это в третьем стихе – «Отца нашего и Господа Иисуса Христа». «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую ты имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». И вот внимание на эти два стиха. «Мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Павел говорит, имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Святые люди, Божьи человеки, которые имеют в себе Иисуса Христа, имеют эту праведность, но подвергаясь каким-то жизненным напряжениям, которые свойственны всем людям, и они переживали какое-то беспокойство, вот как сейчас Витя напомнил из этого события вождя Божьего народа, который от всего сердца служил Божьему народу так, как он принял от Бога, так, как научен был Богом, и вдруг в адрес себя от этого народа переживает бунт, восстание, непокорность. Там такие слова написано «Моисей сильно огорчился». Но вот я не думаю, чтобы он в сильном огорчении пал перед Богом на лицо и стал Закарея и Дофана заступаться. Он победил это чувство огорчения. Он победил той силой, которую имел получать от Бога через веру. Слава Господу! И вот с этим мирным сердцем он все равно пал перед Богом, заступаться, потому что имел сердце заступника. Это же переживали и служители Божьего Нового Завета, святой Божий народ. И вот когда им Филимон служил, он имел такое качество от Бога. Умел как-то вот сказать, поговорить так, может быть, помолиться вместе, что сердца святых Божьих людей, они успокаивались. И становилось им дальше спокойно. Силу получали опять продолжать жить христианской жизнью, служить Господу и уверенностью, что это все пройдет, а Бог с нами останется. Слава Господу! Павел не просто так написал о служении Филимона, немного написано в Новом Завете. Мы многое можем только подумать, какие-то выводы сделать, взвесить уже в своих сердцах. Но Божий человек, о котором сказано, что имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобой, брат, успокоены сердца святых. Вот эта успокоенность, этот мир, который имел в наличии Филимон, он как-то особенно действовал, потому что он подмечен Павлом. Вот у Титу он писал, там другое. Тимофею в наставлениях другое. В других местах тоже другие слова он церквям писал. А вот здесь вот подметил Филимону, говорит, радостью, которая в тебе, и миром, который в тебе, успокоены сердца многих святых. Мы помним с вами слова Иисуса Христа, которые он сказал в своей, ну, ее назвали так, богословы библеисты, Нагорная проповедь, когда он сказал, блаженные миротворцы, потому что они назовутся сынами Божьими. Чем эти миротворцы отличаются, и о ком вообще сказал Иисус Христос? Я хочу прочитать из послания апостола Павла Кремленом, из пятой главы, знакомый нам стих первый, который напоминает нам, что мы, оправдавшись верою, все до одного, Божьи дети, имеем мир с Богом. Слава Богу! Имеем мир с Богом. Мы с вами читаем сотворение, первую, вторую главу бытия, и видим, как чудесно Бог творил все в согласии, все вот эти на земле устройства, все в космосе своим законам подчиняется, эти планеты ходят и двигаются вокруг Солнца, если хотя бы Солнечную систему взять, не отклоняются от своего маршрута ни на какое расстояние, никакой период не нарушается, и вот сколько уже лет мы-то только здесь живем, ни одна с одной не столкнулась, то, что человек наизобретал, здесь поезда и самолеты, к сожалению, друг с другом сталкиваются, даже под водой там подводные лодки встречаются экстренно, без расписания. Но то, что Бог поставил, оно все двигается и никак не сталкивается друг с другом и не разрушается. И вот в этой чудесной гармонии жил человек, как ее Бог оценил, он и посмотрел Бог на все, что сотворил, и сказал, как сказал? Весьма хорошо, полный мир, чудесная гармония, вот оно в этом все, и человек в этом всем, часть этого, обитающий в полной гармонии со всем творением, которое Бог сотворил и с самим Творцом. Полная гармония, мир Божий. На еврейском языке это шалом. И вот в этом обитал человек до тех пор, пока не подвергся этому обману и не приступил заповеданное Богом. Он вкусил с дерева познания добра и зла и стал виновным перед Богом. И смотрите, как он потерял этот мир, что человек стал прятаться от Бога. Мы читаем с вами в книге Бытие, в третьей главе, восьмой стих. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Куда делся Божий мир? Куда делась эта гармония? Она ушла, она покинула человека, потому что он впустил туда грех». То же самое случилось и с Евой. И вот это стало наследием их. И мы с вами от них произошли. И мы тоже унаследовали этот страх, это беспокойство, эту нервозность, эту истеричность, это всякое смятение, стараясь это все скрыть каким-то подвигом человеческого усилия, начали изобретать какие-то варианты, чтобы из этого выйти, но у никого ничего так и не получилось. И каждый в своем сердце эту тревогу и смятение он переживает. Желая как-то успокоиться, на природу посмотри, на берег реки встань, на звезды посмотри. Ну, пока смотришь, может быть, спокойнее становится. Только отойдешь, опять трясти от страхов начинает, от этих кредитов, от этих детей, которые только одни проблемы приносят, пока они растут, от конфликта с женой, конфликта с мужьями, с тещами, свекровками, бабушками, дедушками, ну и так далее, так далее, на работе, и все понятно, рухнувшее здоровье, разбитые машины, и от всего этого трясет человека. Нервы напрягаются. Он туда на вопасит ест, там еще антидепрессанты какие-то, а помощи-то никакой нету. Где, чего взять? Иисус пришел для того, чтобы решить эту проблему страха, беспокойства, вот этих нервозностей, всех стрессов и депрессий. Пришел Сын Божий и принес этот мир, сам Бог. Он стал инициатором возвращения человека, погруженного в тревоги и страхи по причине своего грехопадения. К нему в общение, в тот божественный мир, который человек потерял, сам Бог захотел вернуть нас в свой божественный шалом. Слава Богу! И послал того, который умиротворил нашу вину, умиротворил конфликт, вернул нас в мир с Богом и стал жертвой за наши с вами грехи. Кто это верою принял, принеся Богу свое покаяние, он в наличии получил Божий мир. Слава Господу! Опять то первозданное, из чего выпал, он вернулся туда и получил Божий мир. И когда мы с вами читаем эти строки, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Но, друзья мои, получить мир с Богом, этого недостаточно, это хорошо, но Слово Божие говорит нам дальше, чтобы Божий человек умел сохранять мир Божий в своем сердце. Апостол Павел пишет Филиппийцам в 4 главе, я читаю, а я наизусть говорю это место, он говорит нам о том, чтобы мы радовались, потому что Господь близко. Смотрите, он пишет о Филимоне, что вот этой радостью ты послужил людям. И тобою, брат, успокоены сердца многих святых. Мир Божий идет с этим, с радостью. И еще Павел пишет послание к римлянам, он идет вместе с праведностью. И вот эта вся благословенная, скажем так, команда, это все наше с вами наследие и наши с вами желанные попутчики. Аминь, друзья? Как часто, беседуя с детьми Божьими, наблюдаю, какие же попутчики в основном идут вот с этой душой. Допустим, я с ней беседую уже раза 3-4-5-6 там в году. И слышу практически одно и то же. И смотрю, от этих попутчиков душа не отказывается. уныние, отчаяние и убежденность в том, что все будет плохо. Я говорю, ты зачем этих попутчиков с собой тащишь? Они тебе нужны вообще или нет? Ну, я так, таким языком выражаюсь. А где мир Божий? Ты праведность получила от Иисуса Христа через покаяние? Да. А мир Божий? Ой, мир Божий получил. А когда ты молишься, сердце твою радостью от Духа Святого наполняется? Не помню. Да как где в наличии то, что Богом дано? А что тогда в наличии? Вот он со мной плохо, она со мной плохо, там меня обидели, там меня ограбили, там у меня все плохо, год плохо, два плохо, три плохо. А где хорошо ты? Зачем с этими общаешься, с этими бандитами отчаяние, равнодушие, уныние? Ты зачем с этими бандитами общаешься? Это воры. Они ограбят тебя. Они уже у тебя украли радость. Они уже тебя ограбили. Мира Божьего нет. Ты зачем с ними общаешься? Разве это наш удел? Вот кто с этими грабителями ходит неразлучно, тогда хоть ты какие радостные псалмы пой, хоть ты как Бога прославляй, одна и та же будет интерфейс. Одно и то же, потому что там сердце-то не меняется. Сердце не меняется. Разве к такому служению нас Бог призвал, чтобы мы только ртом озвучивали евангельские тексты, а там ничего не происходило, а тут ничего не менялось, и внутренность с нашим миром Божьим не наполнялась. Ты кто, Божий человек? Ты кто? Разве ты пришел клоунаду здесь разыгрывать христианскую? Нет. Спектакль какой-то литургический? Нет. Ты пришел в дом разговора с Богом, чтобы вместилище своего сердца для Бога открывать, для Его жизни, Его света, Его мира, и быть мироносцем, быть человеком, утешающим других, быть человеком радости от Господа, приносящей к унылым и печальным лицам и сердцам. Слава Богу! Это наше призвание, возлюбленные. Если мы это призвание не выполним, от него откажемся, нам будет очень стыдно от Господа. Нам мы будем виноваты перед Богом, и мы категорически этого не должны допустить в своей судьбе, в своей семье, в своем доме, в своем городе. Это наше назначение. Пусть Господь нас благословит. Павел говорит, не заботьтесь ни о чем. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе Господе нашим. Маленькие дети еще были у нас. Мы снимали жилье. На первом этаже под нами был атлетический клуб. И там любители этих больших мышц, они там, по-моему, они могли целую и ночами даже там качать железо. Так хотели быть сильными. И когда им надоедало это железо, они включали рок-музыку и там веселились с пивом, со всякими делами и так далее. Так как это дом старой постройки, понятно, все, что они слушали, слушали и мы, потому что мы жили на первом этаже. И вот время 12 часов уже ночи. Мы уже помолились, спать легли. Это музыка. Я думаю, когда она закончится, пойти с ними говорить. Думаю, скорее всего, там конфликт начнется. Это не по-нашему. Помолились, только легли спать. Детки уснули. Оксана тоже уснула. И я смотрю, по шторам свет такой от фар. Я думаю, надо же так. Только помолились, сразу милиция приехала, кто-то вызвал. Сейчас там порядок наведут. Это их друзья привезли, усилитель. Слава Богу. И подключили, и понятно, мы на первом этаже, у нас шкафы подпрыгивают. Я думаю, как спать? Какое-то беспокойство пыталось мной овладеть. Но я смотрю, дети спят, Оксана спит. Не сплю я один. В чем же дело? Я стал только молиться Богу, меня такой мир наполнил. А там музыку еще громче включили, и я уснул. Да. Слава Богу. Бог нам говорит, не заботьтесь ни о чем. Но доверьте свою ситуацию жизненную Богу, а от него чего взамен? Мир Божий примите. Он превыше всякого ума. Он не такими ходами мыслит, милицейскими, государственными и такими. Он вас успокаивает в Боге и вас в Боге сохраняет. А это все предайте Господу, Он распорядится. Я утром выхожу на работу, отдохнувший, очень рано пришлось вставать, довольный, радостный, дверь в подвал открыта, и оттуда выползают всю ночь провеселившиеся. Я думаю, какое преимущество нам Бог дал. Там, как из преисподней вылазают, а я при всем этом грохоте безбятежно спал и набирался сил. Аллилуйя! Слава Богу! Да еще милость Бог дал бабушке, которая там почему-то оказалась вся такая цветной глиной раскрашенная, не знаю, только качалась вместе с ними там. Еще дал ей милость засвидетельствовать об Иисусе Христе, о том, что встретиться с Ним придется внезапно, и важно очень быть готовым. Она так задумалась на мгновение, ну а я пошел подметать дворы, такая была моя тогда работа. И еще, друзья, сохраняя мир Божий, нам еще с вами поручено Господом. Послание Иаков пишет, я читаю из 3 главы и из 18 стиха, что плод правды в мире сеется у тех, кто хранит мир. этот плод правды во всех направлениях нашей жизни, он сеется там, где мы живем в нашем доме, в нашей семье, в нашем окружении, где мы живем, на лестничных площадках, в поселках, где мы работаем, там плод правды сеется, плод мира вот этого высевается, и эти люди, получая из общения с нами, хранящими Божий мир, они получают эти семена мира, и непонятно, они это выразить не могут, но им приятно общаться с Божьими людьми, потому что им так мира хочется, покоя хочется, и они понимают, что эти люди обладатели того, чего им хочется, а наша забота привести их ко Христу, потому что я не автономный содержатель мира Божьего, а только получающий его от Бога, и ожидается от меня, что я буду щедро расточающий, это качество Божьего человека, каждого дитя Божьего, мы на это с вами Богом призваны, и так Бог нам говорит, ожидает Он, что его Божий человек, посланный в этот мир быть его свидетелем, он будет миротворцем, он будет приносить эту радость, полученную от Бога, будет приносить этот мир, полученный от Бога, и когда в семью будет приходить, прежде того, чем дверь открыть в дом, он будет молиться, Господи, дай быть миротворцем Твоим, может быть, сегодня я приду домой, там дети краску разлили, может быть, собака сгрызла там ботинки мои, или что-то еще, дай быть Твоим миротворцем, или кусок любимого линолеума отгрызла, дай быть миротворцем Твоим, и когда это есть в наличии, мы в дом наш мир приносим, слава Богу, я и об этом бы хотел, молиться, и попросить, чтобы Бог нам дал быть Его миротворцами, быть этими сеющими семена мира Божьего, внутри себя сохранять этот божественный мир, поддерживая ту гармонию общения с Богом, и разрешая Духу Святому этот божественный мир с радостью и истинной и праведностью привносить в наши сердца в каждой нашей молитве. Хочу об этом с вами молиться Богу. Ставши, помолимся.